Схватка за третье место. Посмотрим, какой Николай сильнее. За спину. Красиво вышел Николай Ветров. Позицию осталось заправить второй крючок. Как сказал ведущий, один из Николаев точно выиграет. Сегодня в этой сфатке победителем будет явно Николай. Осталось определиться, какой из. Здесь все просто. Здесь Николай и Колян. Да, кстати, на промо ролике Салмин сказал, что... Он везде так и представляет. Да, Колян. Я не удивлюсь, если у него в паспорте написано Колян. Схватка за третье место. Надеемся, что ребята закончат сфатку досрочно. И самое главное, без травм. Я всегда напоминаю об этом. Самое главное... В опасной ситуации находится Николай Салмин. Вам сейчас не видно его лица. Видно лицо на рашгарде у Николая Ветрова. А вот нам здесь прямо очевидно, что у Коли большие проблемы. Ну, вышел Николай Салмин. Да, освободился как минимум от захвата за шею. Остается разобраться с боди-трианглом, с этими крючками. Но тоже вроде знает, что делать. Постепенно освобождают одну ногу. Уже пытаются освободить вторую. Но как восстановился, да еще и прихватил руку Николай Ветров. Но самое печальное, что оказались спортсмены на краю татами. И сейчас их переносят сфатку в центр. Попытаются восстановить ту же самую позицию. Забирает руку. Забирает. Вот сейчас фактически отключена правая рука у Салмина. Но он ее успешно освободил. И плотно, плотно, как удав, работает ветром. Хорош замок боди-лок. И таз законтролен, да, по сути весь корпус такой пришпилен. И в этот момент руки доставляют дичайший дискомфорт. Да, пытается Ветров отвернуть лицо Николая для того, чтобы попытаться забрать шею. Если немного кровит нос у Салмина, надеемся, что это не помешает сладке. Ну, как я и хотел. Кровь, борьба, все, конкуренция. Ребята рубятся. Ну, вот видно Рубилова. За третье место? Ну да, за третье место побороться хочется. Мне кажется, как всегда, хорошие призовые ждут спортсменов. И хороший чек это, мне кажется, всегда серьезная мотивация для того, чтобы проявить себя. Хороший чек, который, как всегда, сумма которого, как всегда, остается сюрпризом. Ну, не для спортсменов, понятное дело. Для зрителей. Ну, вот ты как считаешь, нужно оглашать сумму призовую? Или все-таки должно быть... То есть, спортсмены рубятся за этот чек. Они знают, за что они борются. Включать зависть зрителей... Ну, вот, например, в UFC ценники есть за финиш вечера, за нокаут вечера, за садмишн вечера, за бой вечера. Там это достаточно открыто объявляют. Да, понятно, что сам гонорар спортсмена за выход, за бой, он остается в контракте. Но призовые, они всегда оглашаются. Мне кажется, тоже неплохая мотивация для тех, может быть, кто еще не занимается профессионально. Да, вот только услышат там сто тысяч за третье место и думают... И выходят из такси и бегут в зал заниматься боями. Сразу на ФСА приезжают. В очередь ставят в списке на контендер. Хорошо, Николай освободился. На табло 0-0. Баллов ни у кого нет. Но пришлось потерять достаточное количество сил у Николая. А у него и до этого две схватки были такие энергозатратные. За третье место будет пенальти, да, в случае 0-0? Да, разумеется. Точно так же. Правила же не меняются в зависимости от матча. Формально Николай сейчас находился сверху, ну и находится... Нет, уже нет. Тут писали в комментарии, что если бы сделали Submission Only, то у спортсменов была бы большая мотивация для того, чтобы завершить схватку досрочно приема. Вот подскажи, исходя из твоего опыта, насколько сильно влияют правила Submission Only на досрочные завершения? Фигня. Можем посмотреть на Submission Only, ну, на ряд чемпионатов, особенно где в Submission Only предусмотрены овертаймы. Да, спортсмены аккуратничают в основное время матча, а потом все равно доходят до овертайма, и там вот они борются, кому больше повезет. Ну, условно, да, такая борцовская лотерея, как я это называю. Так что, если бы это был Submission Only без овертайма, а таких промоушенов не так много, насколько я знал, Fight2Win Pro делает так, это американский промоушен. Ну, и, собственно, и все. И триалы от BZX. В любом случае дойти до овертайма. Submission Only вообще никак не гарантирует зрелищность. Проверено, много промоушенов в мире. Давайте поддержим спортсменам. Газбатка за третье место. Последняя сила дают спортсмены. Как профессионал своего дела? Вот мне скажи, да, как обывателю, который интересуется, но при этом я понимаю, что у нас и знания, и квалификация на разном уровне. Какие правила тебе больше нравятся? Как ты видишь развитие грэплинга и джиу-джитсу в целом, для того, чтобы этот спорт стал более массовым, для того, чтобы он был более зрелищным? Вот массовым и зрелищным, я делю эти два понятия для тебя. Да, он достаточно массовый вид спорта, грэплинг, джиу-джитсу, достаточно массовый вид спорта с точки зрения занимающихся. Гораздо более массовый, нежели футбол, но гораздо менее зрелищный, нежели футбол. То есть футболом занимаются людей, может быть, сейчас меньше, чем джиу-джитсу и грэплингу. Да, но при этом сейчас, повторю, не помню, чья цитата, идеальных правил, которые бы удовлетворяли всем потребностям и спортсменов, и зрителей, грэплинга и джиу-джитсу пока не существует. Вот этой формулы пока не нашли. Активная заруба у нас тут у спортсменов, пока я у Алексея спрашиваю мнение профессионала, пытается забрать в спину Николай Ветров. А Николай Салмин активно защищается, но если я все правильно вижу, то одна нога, один крючок есть. А вообще я как-то фантазировал на тему идеальных правил, даже статьи какую-то на эту тему писал. Вот если, допустим, турнир Submission Only на ограниченное время, ну, допустим, 5 минут, и не давать баллов, но давать пассиву, независимо от того, человек снизу или сверху, давать ему пассив, и можно просто тупо проиграть пассивом. Это бы заставляло человека проявлять активность. Не залеживать в позиции, не задерживать человека в гарде, даже не лежать в сайт-контроле сверху, а развивать постоянно атаку, то есть идти на Submission. Но таких правил пока не существует, и никто пока с ним не согласился. Николай Салмин снова за спиной... 30 секунд. И видно, что, как кажется так, что Николай Салмин чуть-чуть больше подустал. Ну, он и постарше будет. Стоп! Время! Время схватки! Аплодисменты спортсменам! Давайте поддержим! Николай прекрасную борьбу показал. В этой схватке победу по баллам одержал Николай Ветров и занял третье место в ПСА-контендер! Так...